В продолжение темы года науки и технологий в IT-лицее, в лицее имени Лобачевского и в университетской школе города Елабуга Казанского университета прошли лекции. Подробнее в следующем сюжете. 12 февраля в рамках старта празднования года науки и технологий представители научного сообщества от молодых ученых до академиков РАН начали свои выступления в школах. Для учеников старших классов IT-лицея старший преподаватель Института экономики и финансов Андрей Воробьев рассказал о современных трендах, связанных с созданием стартапов. В последнее время тема очень популярна в связи с выходом различных интересных фильмов про Кремниевую долину. Этот опыт совершенно новый и есть смысл подрастающему поколению рассказать об этом. О решении задач повышенной сложности по физике для учеников лицея имени Лобачевского Казанского университета рассказал Александр Фишман, доктор физико-математических наук и профессор Института физики КФУ. Вот этой силы уже тут нет. То есть эта сила, во-первых, и потенциальную энергию увеличит, и кинетическую энергию увеличит, и скорость увеличивается. В Елабуге в университетской школе с лекцией выступила преподаватель Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Елена Фазлыева, где рассказала ученикам о создании и развитии собственного бизнеса. Постаралась, во-первых, остановиться на основных целях и задачах данного модуля. Именно в плане формирования человеческого потенциала, что данный модуль позволяет сформировать человеческий потенциал со всеми умениями и возможностями ставить цели, преодолевать критические точки. Ученый десант лекторов состоит более чем из 150 перспективных, прогрессивных и успешных исследователей, которые сегодня стоят в авангарде российского научного процесса. В акции уже участвуют Москва и Московская область, Забайкальский и Ставропольский край, Оренбургская и Волгоградская области, Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан и многие другие. Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Фарид Захитуклы, Универньюз.